Почетные знаки «Семья, любовь, верность» и медали за любовь и верность глава региона вручил семьям, которые прожили рука об руку 25 и более лет. Поводом стал Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». В Ульяновской области, как и во всей России, его отметили в 12-й раз. Мы делаем все, чтобы каждая семья была окружена поддержкой и вниманием, чтобы прочные многодетные семьи вновь стали привычным явлением. И сегодняшний праздник яркий тому пример. День семьи, любви и верности приурочен ко Дню памяти в Русской Православной Церкви благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Об этом напомнил митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф. Основа жития этих святых угодников Божиих – это, конечно же, их духовный подвиг. Подвиг любви и преданности друг к другу. Подвиг взаимоуважения и взаимной поддержки. Сегодня в регионе проживает почти 155 тысяч семей с детьми, из которых почти 13 тысяч – многодетные. Я думаю, что для каждого человека семья – это самое главное, самое ценное, что есть. И поэтому этот праздник, он и говорит как раз о том, как нужно жить в семье, какие должны быть отношения. Сегодня мы услышим и увидим те пары, у которых нужно учиться. Действительно, вот у них есть свои секреты семейной жизни. Семья Вальцевых в конце июня отметила 30-летие совместной жизни. В 1988 году их объединил спорт. Татьяна Вальцева – бывшая гимнастка, а Владимир Вальцев – дзюдоист, уже много лет возглавляет факультет физической культуры и реабилитации УЛГУ. Семья – это основа, и сегодня нужно возрождать семейные ценности, которые чуть-чуть начинают теряться. Поэтому очень важно все это сохранить, потому что это основа нашего государства – здоровая и сильная семья. Рудольф Николаевич и Любовь Федоровна Чернову познакомились в октябре 1969 года на всесоюзной стройке Ленинского мемориала. И вот уже 50 лет живут вместе. Да, два человека нашли друг друга. Два человека, которые воспитывались в разных семьях, с разными характерами. И вот это вот то, что мы поженились, объединились в одну семью. И ужиться двум разным по воспитанию людям – это, конечно, большая должна быть любовь, уважение, терпение. Также в этот день впервые глава региона вручил четырем семьям дипломы и ценные подарки за победу в конкурсе «Семейные трудовые династии». Имена победителей занесли в Золотую книгу почета семейных трудовых династий. На данный момент в нее вписаны 24 семьи. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.